Всем доброе утро, друзья! Мы, как всегда, встречаемся в воскресенье и, как всегда, мы идём на рынок. Не знаю, мне хватает одного дня в неделю. Кто-то ещё в будни ходит. Я беру себе килограмм помидоров, килограмм огурцов. Немножко молодой картошки. Кстати, может, вам покажу, если сегодня найдём такую малюсенькую, как мы её делаем в духовке. Очень вкусно получается, и не надо жарить. И не слишком жирная она получается. К тому же, в молодой картошке меньше крахмала, поэтому её можно спокойно кушать и не бояться. Вообще, нужно есть и получать удовольствие от продуктов и абсолютно не бояться того, что «Блин, завтра нависало, будет плюс 100 грамм!» Или ещё что-то. Из хороших новостей у меня уходят уже объёмы. Расскажу завтра. Сегодня уже буду снимать спортивное видео. У меня первый день следующей недели уже. И поэтому расскажу в этом видеоролике, сколько где. Конечно, уходит... Блин, сначала там, где я бы не особо хотела, чтобы уходила. Но, тем не менее, это приятный факт, что мы начинаем двигаться и меняться, что уже, как говорится, лёд тронулся. Попали под дождь, пошли быстрее. Бежим, 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 бежим. Набрали продуктов, овощей, фруктов, мяса. Сейчас вам покажу. Меня периодически спрашивают, что сколько стоит. Но у меня мясо до этого я в первый день войны тогда набрала. И мне хватало. Сейчас уже запасы закончились. Ну и цены выросли. Хотя на овощи сейчас, наоборот, цены стали ниже. Слава богу, дождь не сильный. Поэтому можно идти ещё что-то вам снимать, показывать. Хочу вообще в целом прокомментировать момент. Меня уже несколько дней забрасывают, что в комментарии было. Благо они попадают на проверку, и я там всего лишь, по-моему, два комментария на ту тему выпустила. Остальные просто удалила. И личку тоже забрасывают. А вот и видела трансляцию одного человека, который поливал тебя грязью, там что-то говорил. Хочу сказать всем и сразу, что нет, трансляцию я не видела. Более того, мне это больше не интересно. Я этим больше не живу. Ну, я думаю, что там мне писали закрыть рот, что-то типа такое человеку. Я думаю, что у каждого смотрящего, зрителя, не знаю, человека, складывается, ну, у думающего человека, складывается своё мнение обо мне. И только сам человек решает верить чему-то, не верить, реагировать, нет. Я понимаю, что... Опять дать из собак. Я понимаю, что, ну, как сказать, может, кто-то ждал другой реакции, типа психи, нервы, оскорбления, обзывательства. Ну, благо я благодарна родителям своим, что я не так воспитана. Для меня этот человек, ну, безразличен, да. Понятное дело, что он во многом помог, но то, что человек говорит сейчас, это его личное дело, его личное виденье. Ну, я, например, этого не понимаю, потому что, ну, значит, в человеке это всё ещё хранится, держится. Я, например, уже запрошённая на года два, я отпустила ситуацию, чувствую себя намного лучше, легче. Никто не идеален, я также не идеальный человек, поэтому, ну, как бы, я тоже совершала ошибки, тоже, может, делала что-то нехорошее, но... Ну, я не могу исправить, я всегда вам говорю о том, что прошлое, прошлое исправить нельзя. Могу только повлиять на своё будущее, я считаю, что я изменилась. Стало лучше, нет? Не знаю. В общем, пожалуйста, не пишите мне, пожалуйста, больше такого. Мне это неинтересно, и меня это больше не цепляет. Забрали, да? Забрали, несу тебе корм, да, а вечера мясо вынесу, да, да. Их водичка, да. Кусать хочешь? Да. Да. Не грусти. Ты скоро, да, тебе не с кем поиграть. Да, не с кем тебе поиграть. Не грусти, всё будет хорошо. Мы с мамой купим, да, ось, тупося, купим от блох, и мы обработаем. Вот видите, сколько у него много их. Ты всё, ты чего, не грусти, не грусти, да. Ты есть у меня, я есть у тебя, да. Петховена забрали всего. Вот такие уфы вальсые, да. Всё, спи, отдыхай. Вот так. Всё, вот это блоха, ну её. И вот блоха. Всё, мы купим тебе и обработаем тебя. Так, покажу вам быстренько закупку с рынка. Получится в два этапа, потом то, что с магазина. Абрикосы сейчас по 65. Немножко поедим, немножко я хочу всё-таки заморозить. Смородина для компота. Это на сейчас уже, это без заморозки сливы. Полкило, они килограмм стоят, блин, я не помню, 85. А не, 50, 50 сливы сейчас всё. А почём помидоры, Ма? Ты не помнишь? Помидоры по 40, уже были по 65. Буквально на той неделе немножко дешевеют, это радует. Огурцы вообще 25-35 гривен. Мы ещё два взяли, я потом покажу в АТБ. Картошка молодая. А почём молодая, не помнишь? 18 гривен. Да, потому что я оплачивала карточкой, поэтому я цены плюс-минус где-то запомнила, а где-то нет. И молоко 25 гривен, литровое утреннее. Вот эта вся закупка вышла на 20-250 гривен. Так, с магазина закупка немножко меньше, но тут я хотя бы смогу назвать цены, потому что у меня есть чек. Давайте начнём с варуса. Варус я взяла только мясо, филе килограмм почти, там, 966 грамм, 121,62, килограмм 125 гривен. А сейчас филе. Я ещё помню то время, когда оно было по 90 гривен килограмм. И фарш я взяла вот такой вот. В принципе, можно из филе сделать, но мне захотелось уже готового, чтобы сразу как бы делать. Вот. И фарш 76,15. То есть они сами его делают. Здесь у меня полкилона, килограмм стоит 149,90. В общем, чек с варуса вот такой вот. На данный момент. Во время войны всё как бы дорожает, и люди как бы к этому готовы почти всегда. Ну, то ладно. Теперь давайте АТБ. По кефиру у нас кефир стоит 29,90. Сейчас по акции, может, кому-то нужно в АТБ. Дальше творожный, сыр вот этот вот, 24,90. Очень удобно. Я вчера делала, вставлю вам фотку, вчера делала с него ватрушки. Очень крутые, вкусные получились. Сметана. Сметана стоит сейчас 31,30. Ряженка стоит 19,40. Огурцы мне вышли в 7,69. Вот эти два огурца, килограмм, стоит 35,95 в АТБ. Мне они просто понравились, что они такие в пупырочку. Дальше. Батончики сейчас по 6,90. Типа такие, блин, тревога. Сейчас быстро вам всем покажу. 6,90 вот эти два по одному. И 40 гривен стоят яйца. Всё, мы пошли в укрытие. Привычное место в коридоре. Я даже раздеться ещё не успела. Тревога опять с утра. Знаете, после событий, которые произошли в Виннице, в Днепре, да и вообще в целом по всей Украине, как-то стремнее ещё стало, честно говоря. Хотя, с другой стороны, думаешь, но спрячешься ты за двумя стенами. Да, там, в случае, если там удар... Ну, это так уже рассуждают, да. Такие у нас рассуждения в Украине сейчас, к сожалению. Что спрячешься, да, там, ну, типа от ударной волны, может, тебя это спасёт. Но если конкретно ракета летит, допустим, в дом, или она попадает в дом, то никакие две стены толком, к сожалению, не спасут. Относительно своего прозового вступления, которое было пару дней назад, я благодарна всем, кто меня поддержал. И украинцы, и не только. Они, по-моему, это будет ещё или это уже отбой? Ладно, спасибо вам большое за поддержку. Я всегда была, есть и буду за Украину. Конечно, были люди, которые написали, что, типа, я русская и я предательница. Вообще не поняла, откуда это всё взялось. Я знаю нашу историю. У меня был очень хороший преподаватель. Я достаточно на высокий балл сдала ЗНВО по истории Украины. Может быть, я не знаю прям всех моментов на детали, но я знаю, что точно я украинка, и мои корни, да, до того момента, как я знаю, да, вот у меня, получается, бабушка, бабушкина мама жила в Виннице, это Украина. Вот, я украинка, я никак не русская, я тем более уж никого не предавала, и таких высокопарных слов. Мики! Я считаю, что говорить не стоит. То, что я говорю в обиходе на русском языке, это ещё ничего не значит. Неважно, на каком языке человек говорит, если он всем сердцем любит и поддерживает Украину. Я считаю так. Кто-то считает иначе, кто-то переходит полноценно на украинский язык. Я стараюсь это делать, как бы, ну, не в то, что по принуждению, а потому что мне захотелось этого, потому что у нас есть очень хорошие, красивые какие-то выражения, мне хочется их добавить в свой обиход, плюс дополнительно для работы будущее, я думаю, что это будет полезно. Полноценно знать не один, а два языка. Тем мы и выделяемся, скажем так. Вот, относительно манипуляций зрителей в плане того, что, ах, ты такая там, ну, и просто из-за вот этого вот прозового произведения, если вы не слушали, в предыдущем видео можете тоже посмотреть, что типа отписка, там типа, всё, я в тебя разочаровалась, ты, Камила, хорошая, любишь животных, типа, и такое говоришь. Я считаю, что я не говорю ничего такого, что дискредитирует меня в том, что вы написали, я всё же по-прежнему люблю животных, я хочу о них заботиться. Мне это важно, я не могу охватить весь мир, но хотя бы вот те, кто рядом, заботясь о своём же питомце, так же я стараюсь полноценно, насколько могу. Вот. Манипуляции подписчиками, наверное, у меня закончились ещё года два, может быть, три назад. У меня вообще сейчас Инстаграм попал в теневой бан из-за тех публикаций, которые я распространяю у себя в сториз, из-за то, что я говорю правду. Но как и в начале войны, как и сейчас я говорю, что странички Инстаграм, социальные сети, Ютубы и так далее, это ничто по сравнению с человеческими жизнями и даже с моей жизнью, которая... Ну, никто не знает, куда летит ракета, никто не знает, чем это закончится и зачем мне потом будет Инстаграм, Ютуб и другие социальные сети. Спасибо, что дослушали мой монолог. Встретимся с вами в следующих влогах. Всем мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok